Внимательно наблюдайте за состоянием и поведением своего четвероногого любимца, чтобы понять, по какой причине его тошнит. Чаще всего рвота после приема пищи случается по следующим причинам. 1. Переедание, когда хозяин не соблюдает правила кормления и дает питомцу слишком много еды, кот съедает больше, чем ему нужно, и чувствует себя нехорошо. У кошек по физиологии желудок имеет форму полой трубки и его стенки не могут сильно растягиваться. Кошкам незнакомо выраженное чувство сытости, они могут впихнуть в себя большое количество еды и даже не заметить этого. Если речь идет о сухом корме, то внутри он размокает, набухает и начинает давить на стенки желудка. Это вызывает дискомфорт. Поэтому для питомца лучший вариант избавиться от неприятных ощущений, избавиться от излишков пищи через рвоту. 2. Быстрое поедание большинство усатых кушает с огромным аппетитом и слишком быстро, не жуя и проглатывая пищу. Крупные куски забивают желудок и могут травмировать его. В итоге кошка чувствует тяжесть и дискомфорт. Чтобы помешать котам съедать порцию слишком быстро, хозяева покупают им специальные мисочки с выступами внутри. Эти выступы не дают заглатывать большие куски. Возможно, кошка ест корм быстро еще и потому, что она опасается соперников, других домашних животных. Наличие сородича рядом заставляет мурлыку поглощать пищу быстрее, она боится, что у нее отберут еду. 3. Пищевая непереносимость Питомцы нередко страдают от пищевой непереносимости. Причем дело может быть не в самом корме, а в каком-то отдельном компоненте его состава. Понять, на что именно у вашего кота возникает реакция, можно только после посещения ветеринарного врача. 4. Резкая смена корма, когда вы вводите в рацион кошки незнакомые ей продукты, это стресс для ее организма. Менять корм на другой нужно только по показаниям, постепенно добавляя новый корм к старому. С каждым днем соотношение кормов увеличивается в сторону нового, пока новый корм полностью не вытеснит старый. 5. Просроченные, некачественные и слишком дешевые корма. Обязательно проверяйте срок годности корма при покупке и следите, чтобы упаковка была целой, без повреждений. Внимательно читайте состав и выбирайте тот товар, в составе которого на первом месте качественное отборное мясо. Такая пища будет питательнее и полезнее. Не берите самые дешевые корма, качество ингредиентов в них оставляет желать лучшего. Это точно скажется на самочувствии питомца. 6. Смешанный рацион тошноту кошки может вызвать сочетание сухих и влажных кормов от разных брендов, которые плохо сочетаются между собой, неподходящее лакомство, а главное, смешивание в одном рационе готовых кормов и продуктов с человеческого стола. Всего этого делать категорически нельзя. Не смешивайте продукты, если не уверены, что они сочетаются, и тем более не давайте кошке свои любимые деликатесы. 7. Недостаток жидкости Когда кот мало пьет, его может тошнить после еды. В свободном доступе у кошки всегда должна быть чистая миска с чистой водой, которую необходимо заменять каждый день. Если кошка не пьет из миски, попробуйте заменить миску или переставить ее на другое место. Или приобретите для кошки специальный питьевой фонтанчик, это беспроигрышный вариант. 8. Неподходящая температура еды Слишком холодная или слишком горячая пища тоже может спровоцировать расстройство пищеварительной системы. Еда для кошки должна быть комнатной температуры или чуть теплее. 9. Отравление Если рвота сопровождается диареей, кошка апатичная и вялая, то вы возможно имеете дело с пищевым отравлением. 10. Лучше незамедлительно обратиться в клинику, пока питомцу не стало хуже. 10. Заболевания ЖКТ Сюда можно отнести гастрит, панкреатит, воспалительные процессы в кишечнике. Все эти патологии, заболевания, после проведенных исследований и поставленном диагнозе, нужно лечить в ветеринарной клинике. 11. Гельминты Появление гельминтов в кишечнике может вызвать интоксикацию и повлиять на нормальную работу ЖКТ. В это время четвероногий не может нормально поесть, его тошнит и рвет. Чтобы этого избежать, важно не игнорировать плановые осмотры у ветеринарного специалиста два раза в год и проводить обработку кота у паразитов хотя бы раз в три месяца. 12. Комки шерсти в ЖКТ Это проблема номер один у длинношерстных пород кошек и у других питомцев с интенсивной линькой. Кошек может рвать после пищи, если в желудке скопилось большое количество шерсти. Чтобы предотвратить образование комков в желудке, кошку нужно регулярно вычесывать. Ситуацию помогут исправить специальные лакомства, проращенные овесы паста для выведения шерсти, которая продается в любом зоомагазине. В сложных случаях, когда комки шерсти, безоары, не выводятся из организма естественным путем и закупоривают кишечник, может потребоваться оперативное вмешательство. Одноразовая рвота вряд ли представляет серьезную опасность, особенно, если после нее котик все так же весел и игрив. Но относиться равнодушно к этому моменту все же нельзя, особенно если рвота возникает периодически. На всякий случай примите следующие меры, кормите питомца только проверенным, подходящим кормом, от которого он чувствует себя хорошо. Давайте еду небольшими порциями. Согласно норме кормления, не перекармливайте. Следите, чтобы кот ел не спеша в спокойной атмосфере. Следите, чтобы кот достаточно пил. Не смешивайте корма от разных брендов, которые плохо сочетаются между собой. Не смешивайте готовые корма и пищу со стола. Давайте кошке специальные полезные лакомства. Не меняйте линейки кормов без веской причины и без консультации у ветспециалиста. Замену корма проводите только по необходимости и постепенно, в течение нескольких дней. Для этого добавляйте новый корм к старому, сначала в небольших пропорциях. Постепенно полностью вытесняя старый корм новым, чтобы снизить количество шерсти, попадающей в желудок кошки, регулярно вычесывайте кошку. Не забывайте о купании. Даже если кошка не посещает улицу, специалисты рекомендуют мыть ее раз в 3-4 недели. Обновление клеток дермы составляет 21 день, отсюда такая периодичность. Для купания используйте только профессиональные шампуни и кондиционеры, подходящие под тип кожи и шерсти питомца. Некачественные и неподходящие средства могут привести к выпадению шерсти и кошка будет проглатывать ее при умывании. Если вы предприняли все меры, но кошку все равно тошнит после приема пищи, незамедлительно обращайтесь к специалисту для выяснения причин.